Ребята, всем привет! Мы на канале Батя в деле. Меня зовут Руслан. И перед началом ролика я хочу дать небольшую рекомендацию. Если вы работаете в такси или на грузовом транспорте, вам нужны сопровождающие документы. Но в любом случае, хоть в том, хоть в том, это путевой лист. В случае с такси вам нужен помимо путевого листа, конечно же, заполненные журналы медицинских и технических осмотров, актуальные договора на эти услуги, чеки БСО, карточка водителя, правила перевозки пассажиров. То есть очень много внутренних документов, которые должны быть в комплекте в машине в моменте пребывания на работе вами. Я уже за свой период времени, работав в такси, уже попробовал разные организации. Какие-то оказались фейковыми, когда дошли вопросы до проблем, какие-то оказались оригинальными. И вот сейчас я одну из таких компаний оригинальных хочу вам посоветовать. Это КСИ-документ. Ниже будут контакты, по которым можно будет узнать всякие вопросы. И при первом оформлении можно будет получить скидку 500 рублей по промокоду БАТЯВДЕЛЯ. Я вам советую делать документы в оригинальных компаниях, чтобы во время работы у вас не было лишнего стресса или проблем, когда вас останавливает дорожная постовая служба. И также еще замечу, сегодня должен был выйти ролик другой, то есть про переклейку машины после ДТП. Но срочная новость снова его отодвинула, этот план публикации роликов, и он выйдет в следующий раз, через неделю. Сейчас мы посмотрим то, как Яндекс пробил дно своими ценами, отменив все доплаты. Все приятного просмотра. Так, заказал обратную связь от Яндекса. Тут забавная фигня, я обычно катался по Москве, я тут вышел к которому-нибудь по железке и без коэффициента взял заказ, ни о чем не думая. Я его выполнил, сейчас покажу. Раньше хотя бы была доплата до 130 рублей по городу, а сейчас... Вот он, я его выполнил в 10.15, сейчас 10.26, никакой доплаты нет, 79 рублей по городу. Подача была там какая... средняя. То есть, минут семь, получается, нужно было ехать на него и пять минут вести этот заказ. И это 79 рублей. Ситимобил, сейчас здесь по городу дают 200. Не зря, наверное, ребята бунтуют там в Раменском и в Жуковском. Они не катают сейчас Яндекс, здесь, смотрю, тоже ребята стоят. Но я не вижу смысла за такие тоже копейки здесь возить всю эту историю. Я даже не знаю, кто ее будет возить. А то это, конечно, просто смешно. Но вот, сейчас хоть заказал обратную связь за звонок, да, попробую задать вопрос, а куда делись вообще все эти доплатные у самого агрегатора. И еще добавлю, я бы не сказал, что я прям топлю за какого-то из агрегаторов, там, за определенного, да. Нет, я более тесно был связан с Яндексом. Те, кто следят за каналом и, возможно, за моим Инстаграмом, видели, что я периодически участвовал в всяких проектах от Яндекса, состоял в разных чатах. Но потом, когда я в определенный момент увидел нелогичность людей, разработчиков, руководителей отделов на определенные темы, когда они задают вопросы, о чем-то я отвечаю и как они воспринимают это, я не удивился, почему поддержка так отвечает. И становится понятно, откуда корни растут, вот это в отношении к водителям. В один момент я поругался с ними, вышел и, ну, в дальнейшем, возможно, я расскажу про эти чаты, про то, что там происходит, в каких проектах я сам участвовал. Вот, ну, с Яндексом я больше никак не связан, ну, и, в принципе, особо связан быть не хочу. Вот, и тем более сейчас, ну, когда я вижу вот эту историю с отсутствием доплат, и видя, что есть доплата в Ситимобиле здесь, по Ситимобилу я немного покатал, сейчас попробовал, мало заказов, но они хотя бы оправданы. То есть доплата 200 рублей за заказ, там, который может 5 минут происходить. Это еще, я могу сказать, нормально, но по Яндексу кататься, вот, представьте, там, ехать 7 минут за клиентом, потом еще, там, ждать его стоять 4 минуты и еще вести его потом минут 5. И это все за 70 рублей, минус комиссия, сколько там остается? Давайте посмотрим после вычета комиссия. 65 рублей. Это 65 рублей, ну, там, допустим, 15 минут, 16 минут времени, да, свой потратить, нормально? Я считаю, что нет, что это полный бред, вот, и это еще я не вычитаю бенз, там, или что-то еще, да, из этой всей истории. Жду пока звонок, попробую его сейчас отснять тоже, послушаем, что они скажут. Ходил за пирогом и чуть не пропустил входящий звонок от них. Сейчас послушаем. Здравствуйте, с вашей поддержкой Яндекс.Пром, меня зовут Алина. Руслан, заказывали обратно, все равно удобно разговаривать. Да, Алина, здрасте. У меня, как бы, несколько вопросов есть. Я раньше так тесно с Яндексом общался, там, с офисом, да, с разными отделами. И сейчас, как бы, ну, и какое-то время только в Москве работал. А сам живу в железнодорожном, это Балашиха, микрорайон такой. Вот, и сейчас вышел, как бы, на работу поработать, да, начал выполнять заказы и увидел, что... Тут раньше по городу было доплата 130 рублей. Ну, то есть, такая небольшая, как бы. А сейчас выполнял заказы и вижу, что вот у меня заказ, допустим, под номером 248-3109. За него оплата 79 рублей. После вычета комиссии 64 рубля и 2 копейки. А вот, а что здесь, отменили доплаты? Сейчас проверим. По вашему местоположению ждать право осмотрения. Угу. Так, это у нас что, 17 марта, 10 утра. Продолжение следует... Ну, какая-то есть причина, куда они делись? Вообще, вернутся ли они когда-нибудь? Они периодически исчезают, периодически появляются. Если у меня, к сожалению, нет информации о том, будет ли это в ближайшее время появление. Но если оно появится, вы увидите. Ну, на самом деле, вы чуть неправильно говорите, потому что они никуда не пропадали. Вот, то есть, они были здесь по городу на протяжении уже последних, там, лет двух-трех. То есть, поэтому они никуда не девались. Вы дезинформацию, ну, никакую не вносите, пожалуйста. Вот. А какие-то доплаты остались там. Я просто знаю, что ребята еще там в Раменском, в Жукомском бастуют. И вот здесь сейчас ребята собрались, тоже не работают. А в Москве хоть есть какая-то доплата? Или там тоже отменили? Минуту. Сейчас посмотрю по Москве. Спасибо. По Москве есть гарантия минимального заработка для экономы и бизнеса. А также для курьеров. Но курьеры, я думаю, вас не интересуют. А по эконому гарантия какая? Продолжение следует... Стена с Адовым кольцем. Короче, вы говорите про минималки. А я говорю про стандартную доплату до определенного порога. Смотрите, просто... Доплаты именно нет. А, доплаты везде отменили. Смотрите, здесь по городу вот забавная ситуация. Все начали переклеивать сейчас в Ситимобил. Тут Ситик стал доплачивать до 200. Ну, просто мне интересно вот от представителей Яндекса понять, вы не боитесь ряды потерять здесь, что люди просто не будут получать по заказам машины и все водители просто уйдут к другому агрегатору. Не страшно это? Выбор агрегатора – это выбор каждого человека, поэтому если человек хочет что-то поменять, то он вправе это поменять. Если человек хочет остаться, то он вправе остаться. Согласен с вами. Поэтому да, будем менять. Ладно, спасибо, до свидания. Если у вас больше не осталось вопросов, желаю вам хорошего дня и приятного настроения. Оставайтесь на линии для оценки кадетов, поддержки. До свидания. До свидания. Пойдем. Так, ну что, я думаю, что все слышали все сами. Фактически доплаты везде отменили. Появилась какая-то там образная гарантия заработка. Я думаю, что оператор и то неправильно сказал. Это, скорее всего, лужа просто в определенных зонах доплаты. В формате, что каждый заказ там какой-то порог имеет. Ну, типа минималки. Вот. Чудно. Я не знаю, о чем там думают эти менеджеры Яндекса. Они пытаются, может быть, подать какую-то квартальную суперотчетность. Но при этом, пока они будут стараться эту отчетность сделать, они потеряют нафиг всех водителей. И водители просто свалят. Я уже тоже в Инстаграме несколько запускал голосование, что ребята, может быть, переклеятся в ситик. Все-таки спрашивают, для чего. Ну, вот для чего. Ну, как бы, я не знаю, кому в кайф вот эту вот шляпу катать. Я здесь что делал по железке? Я включал ситик, эконом и детский. Ну, я не оклеен в ситик, я оклеен в Яндекс. И детский по Яндексу. Эконом я больше здесь не катаю, потому что, ну, зачем? Ради чего? 65 рублей и 64 рублей и 2 копеек. Ну, бред. Ладно, будет еще информация. Все покажу, все расскажу. Всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова